окей мы начинаем наше занятие по продвинутому ивриту мы сегодня начинаем новую статью или комментарий вот это комментарий парашат ваихе соответственно один штензалец очень интересный он на самом деле очень большой я вот отсканировал просто сколько я мог сколько то я не знаю 5 6 страниц мы наверняка сегодня не сможем дальше решите сами либо на эти будем продолжать либо начнем что-то другое потому что он этот кусок у него очень большой это все сейчас поймете о чем идет речь так дальше ну хорошо лень записями да давай вперед предат якова миспахто чего-чего предат а да там сверху да молодец молодец чего-то это не осталось первую фразу смотреть окей ну хорошо маем зэд пасу кавкав хэд пэрэк мэм тэд ну сабава ну прощание семью и его смерть да преда это да преда это такое в общем на мой взгляд всегда в общем не радостное событие но которое не радостное предато это ну типа расставание прощание да вот это и птирато но птирато соответственно это то что по-русски называется кончина правильно окей простили они от слова патур кстати говорят что тоже вообще интересно патур смысле освобожден освобожден от этого мира такая идея приготожили яков мина крови м аляв поле лет славима ахадима аксурим ле кворота велица цва то аруханит расставание прощание якова с близкими ему да включает тебя и несколько уровней святославим несколько несколько не уровня несколько этапов да лучше связанных с его захоронением как сказать да погребением и и духовным завещанием да правильно а иньян зэй нефтах бэцаваато шрияков ле усеф шедолок боротовым и сраем да эта тема открывается с того что он что он завещает и шрияков да и усефу не хоронить его в египте правильно и заканчивается его требованием ко всем его сыновьям да что они позабочились а его захоронение в маратом их пыла которая то есть не в египте а в все правильно бытвах бытавах я тоже сначала подумал бытавах бытавах да я думаю бытавах бытавах нишмаот нишмаот не пив проход но на вути йод в поэть йод пиути йод да пиути йод ну пиути йод пиути йод как бы это перевести бытавах я тоже но это как бы идея что он сказал что главный иньян иньян это его просьба похоронить его да земли к нам но по мере продвижения или по вот внутри этого рассказа тавах это на самом деле вот некоторый промежуток да есть даже слово такое тивух которое совершенно казалось бы не относится но тем не менее тивух это то что по-русски называется как бы посредничество между этим и в этих вот когда человек хочет купить квартиру то вот есть тивух который человек который занимается не знаю по-русски может какое-то слово есть более специально я забыл это слово по-русски риэлтор риэлтор да точно ну это очень русское слово да риэлтор правильно ну какой есть не русское естественно посредник который занимается ну вот твах это вот так и то же самое когда говорят бы тваха коров вот на ближайшем промежутке времени вот на промежутке вот этого происходящих событий которые описаны да происходит вот что брахот на вуёта перейдет а еще есть твах твах это вот тоже какая-то такая вот грань да 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 ну вот в этом промежутке как раз таки слышится там раздаются из его уст скажем так благословление пророчески и поэтически каково так аафа алаф метрах но был push И здесь тоже сначала Иосифу, который сделал отдельный визит к нему, да, и его сыновьям Минаша и Ефраиму, которые пришли с ним. А потом всем остальным сыновьям и Иосифу тоже снова. Да, Минаша и Ефраима, которые сначала... Это Бенифрат. То есть, как Минаша приходит с сыновьями отдельно, там вот эта история, что он дает, делает их вместо внуков, делает их с сыновьями и дает им специально... И руки путает. Да-да-да. Давай я еще почитал, а после этого всем остальным сыновьям и включаю Иосифа снова. Окей. Ну, чтобы я еще прочел и передать. Ну, давай, пускай Аня проческу кусочек. Да, Аня, да. Да. Аня, да. Аня, да. Реформот, 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 просто реформа. Реформот, алкалкалиот, теару, лояль, лояль. Ну, выше, которые были описаны выше, да. Так, и, значит, в эти годы, которые прошли с прибытия, с его прибытия в Египет, произошли, как это, экономические реформы, которые описаны выше. Да. И, так... И пасека, пасека или пасека... И паска, паска, паска. Паска, паска, паска. И закончилась засуха. Сто процентов. Так, вэйгиямэякушней хаяф шэвашанню вэрбаим умыасшана. И были дни якого, годы жизни его, значит, 7 лет и 40 лет и 100 лет. Ну, 147 лет. Да, да, да. Вэйкрыву ямэйсраээлямот и приблизились сни Исраэля к смерти. Так, хаш шэху умэд ламут. Ну, он почувствовал, что, ну, как бы, приближается... Да, чувствовал. Хуш, хуш, это от слова хушима, сенсоры. То есть, это не просто ожидал, а он чувствовал. То есть, внутри у человека есть какое-то ожидание. У него было это ожидание. Приближение, ну, что он, как это, стоит, стоит умереть. Что он скоро умрет. Умэд ламут, это приближается смерть просто. В данном случае умэд, это как бы служебное слово. Прикольное, прикольное такое выражение. Ну, а мы... Просто умирают, да? Ну, говорят же, что... Вообще умирают, да. Можно сказать, стоит, жениться там или стоит... Ну, это, получается, служебное. Это точно так по-русски нельзя переводить, потому что это неправильно. Прикольное звучит. Прикольное звучит. Угу. Ваекра... Поскольку, почему он именно Йосифа призвал? Да, да, да. Он же как бы в числе всех братьев, но почему ему как бы был отдельный сначала Бекур? Вот по этим двум причинам. Так, Вайонерло. Имна Матати Хэн Бэйне Ха, Симна Ядха Тахат Иархи, Ижбья Ли, Вазита Имади Хэса Твоимет. Ну да. Так, значит, и сказал ему, «Если обрел я милость в глазах твоих, положи-ка, пожалуйста, руку свою под мое бедро». То есть, ну, как бы поклянись, поклянись мне. На что вам эта аллюзия что-то напоминает, нет? Авраам с слуги Лезером. Авраам с Лезером, то есть, грубо говоря, ну, в общем, тогда это было такое объяснение, значит, она тоже близкая к этому, что вообще говоря... Так, обрезаем, там надо было чем-то священным поклясться, а ничего еще не было, чем бы можно было святым, кроме как вот обрезания бывших... Ну да, то есть, грубо говоря, где-то рядом с Бритмилой. Ну, вот такая идея, да. Вещественного, вещественного ничего не было. Ну да. Типа там, не знаю, там, свиток Тора, допустим, или что-нибудь такое там святое, ничего такого ничего не было. Ну да. Так, значит, поклянись мне, сделай мне милость и верность, окажи мне милость и верность. Да. Альна, тик берени, бэмецраем, не храни меня в Египте. Ну да. Гая цурэх лэшбіа эт Йосеф, мэшу шэцафуй амэсіма шэгу мэттэль 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 алаф ло тюгье шута лэй ясун. Кэфі шээдбарэр бээ амэшэх. Бэмшэх, бэмшэх, слэха, бэмшэх. Бэмшэх. Ладно, хорошо, так. И почему необходимо было как бы поклясться? Ну да, заклясть такое сильное слово русское, это не совсем. Взять с него клятву, что он это сделает. Да, клятву, поскольку как бы задание, как от Мэсима, которое возлагалось на него, не было простым для исполнения. И как это будет, шээдбарэрка, то, что как это будет в дальнейшем, объяснено, будет продолжение в дальнейшем. Вэ шахавси нюм авутай кашэрэмут. Кашэрамут. Кашэрамут. А, вот. И похорони, и как бы лягу я, шахавси, с отцами моими, которые умерли. Как это? Умерли. Не, кашэрамут, когда я умру. А, когда я умру. Вот, значит, когда я умру. Так. Ваниса тэни, миницраэл, вэкэвратэни, ми квуратам, бэквуратам шэль авутай. И вынеси меня из Египта, и похорони в их могиле отцов моих. И говорит ему, Юсифа сделаю я, как бы по слову твоему. Окей, мы перейдем. Как ты говоришь? Что-что? Как ты говоришь? Как ты сказал? Да, да, да. Как скажешь? Как скажете? Сделаю, как скажете. Сказал, так и сделал. Ладно, хорошо. Так, теперь кто у нас там? Арслан, по-моему, у меня стоит. Арслан, да? Можно читать? Да, да, сейчас. Да, вот Вайяков. А, да, я указки не взял. Сейчас я ее возьму. Не, не, видно. У тебя карандаш. Да. Вот Вайяков. 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 Хишава ли. Ло дай ли. Бехицхарттех. Беа Царатеха. Царатеха. Да. И сказал Яков, поклянись мне, недостаточно мне, Бехицхарттех. Ну, в твоем заявлении. В твоем заявлении я же Юсеф сказал, сделаю все, как ты говоришь. А Яков, тем не менее, сказал, нет, этого недостаточно, поклянись. Вайшава. Да, правильно. Да. Да. Вайштаху Исраэль. Леот. Тода. Да. Аль-рош-хамита. Да. Вело. Ха-арец. Да. И поклялся ему. Да. И поклонился Израиль. Леот. Вот в знак. В знак благодарности. Да, Леот, то да. В знак благодарности на, в общем, на... Ну, Аль-рош-хамита тоже он склонил голову к изголовью. Потому что он был больной. Изголовьей кровати, да. Ну да, и он не мог поклониться до земли, правильно? Было. И не мог до земли, да. То есть к изголовью, а не к земле. Кэ-ми-ку-баль. Кэ-ми-ку-баль, как принято. То есть принято клоняться к земле, а он поклонился к изголовью кровати, потому что Мишум... Мишум Шегая Олех... Холея Амиротек... Амирутак... Амирутак Лемиттех... Лемитато. Лемитато, да. Правильно. Не дёргайся. У меня рука дёрнулась, да. Да, вот сейчас, секунду, я подниму вот-вот-вот. Это здесь. Мишум Шегая Холе, Мирутак Лемитато. Почему он не мог поклониться до земли? Мишум отсюда, да? Да, да, Мишум. Из-за того, Мишум, из-за того. Что за того, чтобы был больной? Правильно. Мирутак Лемитато. Значит, Мирутак прикован. Мирутак это прикован. Мирутак Лекисе прикованный к кресле. Обычно это... Аретук это армейское накопление, когда закрывают человека на базе. Да, называется ретук, правильно. Ретук. Да, ретук это, я не знаю, как в одно слово по-русски сказать. Это, в общем... Такое вот, ну, какая-то привязка. Отстранение с... Карантин такой. К чему-то. То есть, человек отстраняет, с одной стороны, привязывает его к какому-то положению. И тогда он как бы Мирутак... Это Мирутак. Да, потому что всегда Мирутак Ле. Мирутак Ле-басис. То есть, он привязан к басису и остается там. Мирутак Лекисе. Привязан... Не привязан, но в смысле физически. Прикован, ну да. К инвалидному креслу, например. Ну, хорошо. Читаем дальше. А мы читаем вот эту часть, которая это... Да, ну сейчас. Откому-то серву. Ну, хорошо, давайте прочитаем. Давайте, им, на. Хочу бы это и я делал, им нам отстать их... Подожди, сейчас, секундочку, льетесь, сейчас, секунду. Пускай Аслан Чуток почитает, а потом мы с ним вернемся. Пожалуйста, пожалуйста. Нет проблем. Да, давай, ВИЕ. Так, где это... Это тот, что... Вот, где моя красная. ВАИХЕ АХАРЕЙ АДВАРИМАЕЛИ ВАЙОМЕР АДАМ КЕЛЬШ... КОЛЬШИУ Какой-то. КОЛЬШИХУ АЛЬЮСЕФ Да. Ну, и было после этих событий, сказал Адам. Ну, сказал кто-то. Потому что всегда говорят, что это ВАЙОМЕР, и непонятно, кто сказал. А кто-то сказал ЮСЕФ. Сказал сын, сказал кто-то. Кто-то сказал. Поэтому тут комментарий сказал, что просто сказал какой-то человек, который, видимо, там прислуживал Якову. Или был, в общем, где-то там на этом месте. Он сказал Якову. Да. И НА АВИХА ОЛЕ. Вот отец Твой БАЛЕЙТ. Ну, да. КОДЕМ ХАШ-ЯКОВ. ШЕКОВ. ШЕКОРВУ. 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 ШЕКОРВУ ЯМАВ. ЛАМУТ. Да. АХАШАВ ХАЯ ОЛЕ. Да. АХАФ АЯХОЛЕ МАМАШ. Вот МАМАШ. Ага, МАМАШ. ОКЕЙ. Так, и... КОДЕМ ХАШ-ЯКОВ ШЕКОРВУ ЯМАВ ЛАМУТ. Ну, предчувствовал Яков. Ну, до этого, вот до этого, вот сейчас, когда было сказано Йосефу, до этого Яков, что? ХАШ-ЯКОВ ШЕКОРВУ ЯМАВ ЛАМУТ. Чувствовал Яков, что приближается... Ну, приближение смерти чувствовал, да. АХАХ-ШАВ. И как сейчас было... Нет, АВАЛЕ. АХ, мы говорили. АХ всегда как бы отрицает, либо переворачивает то, что было до этого. То есть до этого он чувствовал, что что-то не то приближается, да. АВАЛЕ, АХ. А теперь был больной действительно. Ну, а теперь он действительно заболел. ОКЕЙ. Дальше, сейчас я передвину, да, ВАЙКАХ. ВАЙКАХ ЙОСЕФ, это ШНЕЙ БАНАФ. Да. И МОО. Да. И взял ЙОСЕФ двух своих сыновей с собой. Да. Это Минаше и ЭТИ ФРАИМ. Минаше и ЭТИ ФРАИМ. ВАЯГЕТ. АДАМ КЕЛЬШЕХ. Ну, опять такая же, опять такая же штука. АДАМ КОЛЬШУ. Какой-то человек. И вот какой-то человек привел к Якову, пришел к Якову и сказал, вот сын твой, ЙОСЕФ, пришел к тебе. Да. ГИРА, да? Да, НИРА, правильно, представляется НИРА. АНИРА. НИРА ШЕЙОСЕФ ИГОРЭР БАИР АБИРА. Ну, да. Что такое ИРА-БИРА? Столичный город. Ну, да. То есть ЙОСЕФ, поскольку он был второй человек после ФРАОНА, то он жил как бы в столице. Ну, да. А Яков жил вместе со всеми остальными в Эротс-Гошин. Поэтому кто-то должен был всем передавать и сообщать, что происходит. Поэтому вот этот вот человек, приближенный туда, один здесь, а другой там. он, значит, как бы это и говорит. Окей? Хорошо. ШАЙТА? ШАЙТА. МЕРАХ... МЕРУХЕКЕТ. Слово МЕРХАК. МЕРУХЕКЕТ. МЕРУХЕКЕТ 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 ГОШИН. Да. Ну, потому что был далеко от земли Гошина. Ну, да. МЕРУХЕКЕТ – это женский род. К чему это, к какому слову это имеет отношение? Ну, ИРА-БЕРА. Ну, подожди. Слава мог сказать? Ну, бы, да. ИРА-БЕРА. ИР у нас всегда женского рода. ИР – это женское, надо это запомнить просто. Это исключение из правил. МНОРОС, значит, как сказать, несколько городов на иврите. Не один город, а несколько. Как сказать? ИРОД. Нет, вот как раз неправильно. А Рим? Кончается ЮДМЕМ, как будто МОСКОВА. А к ним слова, например, большие города. Как сказать большие города? Просто большой город. Зачем ты так сложно делаешь? Один большой город. Хорошо, один большой город. Хорошо. Как сказать один большой город? ИРГДУЛА. Замечательно. А, соответственно, как сказать, большие города? А Рим ГДУЛИМ? Нет, ГДУЛОТ. Раз ИРГДУЛА, так А Рим тоже ГДУЛОТ. Поэтому здесь вот эта вот шайта МЕРУХЭК, которая была отдалена. Или была на каком-то расположенном расстоянии. Правильно? Вот эта МЕРУХЭК женского рода – это ИР, потому что ИР женского рода. Ну, так вот, ИРА-БЕРА. Йосеф, представляется, что Йосеф жил в... Столица. Столица тоже, да. ИРА-БЕРА находилась на некотором расстоянии от чего? МЕРА-С ГОШЕН. От земли ГОШЕН. Ну, ГОШЕН – это то место, куда их поселил Йосеф всех братьев. Правильно? ИРА-БЕРА, столица Египта, была на некотором расстоянии от ИРА-С ГОШЕН. Дальше у... У ВИКОРАФ ЭЦЕЛЬ АВИФ, ЛОХАЮ ШЕКИХИМ. ШЕКИХИМ, да. Тоже такое слово. Ну, ШЕКИХИМ БЕСАТЕР. И что и БЕКУРАФ. 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 БЕКУРАФ, его визиты. То есть, визиты Йосефа к отцу, они не были ШЕКИХИМ. Ну, ШЕКИХИМ от слова «забыть». В данном случае, это такое... Нет, нет, частыми. ШЕКИХУТ. Я знаю, да, правильно. ШАХАХ – это «забыть», правильно? Но вот ШЕКИХИМ употребляется в значении, действительно, что они не были частые. То есть, грубо говоря, на ней такая, что... А их можно было забывать, потому что они не были частые. Окей. Ну, хорошо. А вот, Тимофей, ты можешь... Тимофей, ты с нами, правильно? Да-да, я тут. А давай, ты можешь вот это, что на сером фоне, имна... Это дополнительное объяснение к тому, что мы прочитали, да. ИМНАМ АЦАТИХЕН БЕЙНАИХ. БЕЙНАИХ. БЕЙНАХА. Да, и если я нашел милость в твоих глазах... Это Яков говорит Йосефу, правильно? Это вот то, что мы только что прочитали. Да. БЕЙНАМ АЦАТИХ НЕМАР БЕДЕРЕХ КВАЛЬ АЛЬЯДЕЙ АДАМ ШЕМАМДО НАХОТ НАХОТ УПОНЕ АЛЬМИ ШЕЛАФ УКАФУФ. Да, ты можешь перевести? Давай-давай, поперейдем. Это БЕЙНАМ АЦАТИХ НЕМАР БЕДЕРЕХ КВАЛЬ АЛЬЯДЕЙ АДАМ ШЕМАМДО НАХОТ УПОНЕ АЛЬМИ ШЕЛАФ УКАФУФ. Да, хорошо. Это выражение. Да. ГОВОРИТ ПУТЁМ ВОБЩЕМ. ГОВОРИТСЯ. То есть, обычно это выражение говорится или употребляется кем? АЛЬЯДЕЙ АДАМ. Человеком, который стоит... Чей статус, я бы сказал? Подожди, сейчас, подожди. ШЕМАМАДО, да, его статус. Чей статус ниже? Правильно, ниже, ну в смысле, ну можно сказать ниже, но он как бы... Ущербнее. Да, ну, ущербнее, можно сказать, ниже, надо как-то подобрать более правильно русское слово. Ущербнее, ущербнее, я бы сказал. Ну, да, да. УПОНЕ ЭЛЬМИШЕ. И обращается к тому, перед кем он сгибается. Нет, КАФУФ, КАФУФ на иврите, это кому он подчинен. Ну, ты правильно сказал от этого. Слово КФАФА, это перчатка. Но тоже, может быть, как-то с этим связано. Утреннее благословление, правильно? Ну да, ЗОКЕФКФУФИМ. ЗОКЕФКФУФИМ, правильно. Так, у нас тут ракеты стреляют. То есть, не здесь, в Эдинбурге, а на севере Израиля. У меня включен сайт, поэтому там это происходит. ОКЕЙ. В Эдинбурге, я думаю, все хорошо. Ты не пугай. Подари, дай я закрою этот татар. Все, я его закрыл. Сейчас, секунду, я вернусь обратно. Слушай, перчатка, она от слова КАФЯТ, а не от слова КАФУФ, как мне кажется. Ну, я не буду, да, может быть, не знаю. Может быть, да. Но ЛЕКОФФ, ЛЕКОФФ, это сгибать кого-то. Это сгибать, да, но и подчинять. Я не против. Но понятно, что вот это выражение, когда человек довольно жалостливо говорит. Им, нам, отца Тихен Бенехта. Здесь противоречие, потому что, как бы, Яков-то все-таки он отец, правильно? И почему он так с Йосефом, как бы, говорит? То есть, сама эта форма, ну, как бы объясняешь, сама форма, это человека, который, в общем, находится под кем-то, и он своего босса о чем-то просит. Окей, дальше. КЕГОН. Ну, ладно, здесь так и говорится. КЕГОН АВЕТ. ЭВЕТ. Да, КЕГОН ЭВЕТ. ЭВЕТ ЛЯДОНО. О БЕН ЛЯВИВ. Правильно. Ну, вроде, как раб к господину, или сын к отцу. Ну да, здесь наоборот. А здесь отец обращается к сыну, таким образом к сыну. Да. Потому что сын, он так же большой министр, и в его руке власть, сила. Да, правильно. Ты что, ГАМ, в смысле, я думаю, имеет отношение к тому, что он не просто сын, что он, с одной стороны, сын, в другой стороне он еще такой вельможек, как бы, да? Окей. У БИЯДОКОХ. И у него, как бы, в руках соединяется дословная сила, но вообще, как бы, власть. Окей, дальше. Да, словечко. Да, БИЯДБАТАЮТАФ. Да, БИЯДБАТАЮТАФ. Вот так. ИДБАТУТ – это выражение. Ну, а здесь, мало того, что это множественное число, так еще стоит конца ЮТВАФ. Это его, в смысле. Да. Да. БИЯДБАТАФ. Правильно. СИХАЗО. МЕЭРФ ЯКОФ. МЕРФ ЯКОФ. СМИХУТ. САМХУТ. САМХУТ. АВИЯД. Нет, я думаю, что это АВИД. АВИД – это отечественное слово. А слово АББА. АВИД. ИМОЗДЕКУКУТО. Правильно. ИЗДЕКЕ КУТО. ЛЕРАЦОН АТОВ ШЕЛЬБНО. Замечательно. Так, в его выражениях и беседе. Да. МЕРФ ЯКОФ. МЕРФ – это в смысле, что он смешивает. Миксер такой, да? Смешивает ЯКОФ что? То есть, он как бы тут двойная роль. С одной стороны, он отец, а с другой стороны, как бы он его просит большого человека. Ну да, в общем, делает какой-то смехут отечества. Самхут – это полномочия. Самхут – это полномочия, статус. Ну, можно сказать, полномочия. Хотя полномочия – это самхут и АВИД, то есть, как бы, отеческие полномочия. Но в смысле, что у него, как бы, статус отца по отношению к сыну. Правильно? А, авторитет. Вот как надо сказать. Отеческий авторитет или авторитет отца с чем? С нуждой, что ли? Ну, с необходимостью. Да, с необходимостью желать хорошего его сына. Нет, лаерацион от Овшельбно. С необходимостью чего? Хорошего расположения его сына. Он нуждается в хорошем расположении сына, который, кроме того, что он сын, он еще большой человек. Поэтому вот такое странное выражение. Именно Мацати Хенбейнеха. По идее, отец так не должен обращаться к отцу. В данном случае объясняется, почему это, почему такое странное, почему такая, как бы, неприемлемая форма. Окей, дальше. Вы, Штахав, Исраэль. Распостался Израиль. Ну, да, поклонимся, я думаю. Возможно, здесь впечатляет второй сон Юсеха. Ну, да, помните, там ему, значит, кланяются эти солнце, луна и 11 куховим, правильно? Да. Шиафавив, а мы сумель, бехалом, бешемеш, миштахавэлю. Да. Что даже отец, уподобляющийся во сне солнцу, кланяется ему. 100%, все правильно, да. Шиафавив, ищтахавэлю, иосеф, кеот, кавод. Да, это рожбам. Рожбам, это рожбам, да. Ах, нера, йотэр, ше бэмхавэ, зо, бэйта, яков, тода, ля, ла, шэм. Ла шэм, да, правильно. Так, поклоняется иосефу. Ипахэн шиё кэфиш тахавэл иосеф кеот, кавод. Итахэн. Как знак, а, да, итахэн. Ну, может быть, итахэн это может быть. Возможно, что яков поклоняется иосефу. Кеот, кавод. Знак уважения, правильно. Да. Так, думает рожбам. Да. Ну, очевидно. Ах, нера, йотэр, но более представляется, что... Более представляется, что поклоняется... Йотэр ше бэмхавэ, зо. Ну, вот в этом жесте. Но по-русски жест, жест, это вот такое... По-русски жест, это когда человек пальцы на кого-то показывает, правильно? Хотя в английском... Хомэдж жест, это выражение, знак почёта. Поэтому здесь тоже... Мехва, мехва, это в знак уважения. Ну, вот как-то по-русски это вот так переводится, правильно? Да, в знак уважения Всевышнему. Шебе мехва зубита яков тудала ашэм, да. Яков выражает, да, благодарность Всевышнему. Да. В скобках. Кэ иштахавэйот шелтуда. Штахавэйот шелтуда. Амуфьет. Ламашаль. Лээль. Ну, да, тут показывают, что в разных местах, в разных местах до этого. Мы уже встречались в книге Баришит, где вот это вот поклонение были связаны с выражением Кэмихват, Мехват туда. Окей. Хочу вам только сказать, что вот это вот слово в службе написано Аля Атар, Аля Атар. Это означает, вообще-то, интересно. В современном юриде слово Атар – это объект, первоенный объект, там Атар Цваи, например, да. Но вот это наверняка взято из Мишны, из Талмуда, из Уснатора, потому что вот это слово Аля Атар означает к этому месту. Вот это вот место в современном языке. Атар – это место, место, ну, да, место. Это сайт, по-моему, тоже Атар, нет? То что? Сайт Атар. Да, правильно. Вот отсюда, кстати, интернет тоже взяли, называется Атар. Хотя здесь вот, хотя первоначально, вот Аля Атар – это к этому месту, имеется в виду к этому пасуку. Окей? Ну, вот это вот интересное тоже приложение, переложение библейского или из устной Торы выражений для нужд современного иврита, как ты правильно сказал. Слово Атар – интернет, вот оно взято отсюда. То есть, ну, не знаю, иврит, по-видимому, располагает такими возможностями, что, в принципе, есть очень мало слов, которые традиционно вошли как не ивритские, так они и остались. Например, там сим-карт. Наверное, есть какое-то слово другое, но все говорят сим-карт. Хотя сим – слово не ивритское. Но 99, псих-9 всех выражений и слов, они все взяты из иврита. В данном случае вот здесь тоже. Сайт, то, что называется, это действительно Атар. Окей. Да, дальше. Атар, если уж подчеркивать Айн, то это известно. Атар как раз на эту тему, Ат на эту тему – это таргет, это цель. Яадим, Нософим. Нософим. Яадим, Нософим. Нософим. Значит, кроме его желания вернуться в землю, не представляется… Ну, не выставил. В данном случае, циф – это выставить. А циф – это выставить. Например, ла циф – ультиматум – это выставить как бы ультиматум. Правильно? Тут Яков не выставил, в смысле не представил, как угодно можно сказать. Яков что? Не представил себе никаких дополнительных целей. Ши-фот. Ши-фот – тоже очень такое важное слово. Ши-фот – это устремление. Например, даже есть такое слово ша-фтан. Это отглагольная существительность. Значит, ша-фтан. Ша-фтан – это человек, который… Как это по-русски сказать? А, амбициозный. Ну, тоже понятно, что слово не русское, но тем не менее амбициозный. Вот ша-фтан – это человек амбициозный. Амбицианист, по-русски так видимо не сказать. У которого есть ши-фот. Который хочет чего-то достичь. В любом случае, идея такая, что Яков не выставил для себя каких-то… У него не было больше ши-фот. У него не было устремлений. А, подожди, шуточку. Ша-фтан, в моем понимании, это не просто амбиция. Это такая, ну, чрезмерная амбиция, ложная амбиция. Вот какая-то он… Ну, правильно. По-русски это есть слово амбициозный. Амбициозный – это… Амбиция – это положительное слово. А ша-фтан, она такая немножко… В русском языке амбиция – это означает, что азрицей. Тут в английском амбишен – это, типа, такие положительные… Ну, хорошо. А тут в русском только отрицательные амбиции. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ша-фтан – это такое слово… Ша-фтан, в общем, такое слово, которое всегда имеет такое несколько оттенок. То есть, человек, оно закладывается на больше, чем, как бы, он… Ну, типа, он замахивает, как бы, больше, чем он… Я не против. Я не против. Я не против. Но у него вот не было больше ша-фтан. Дальше – Ваяадим, Нософим. Ваяадим, Нософим. И дополнительных целей. Ну, цели. То есть, у него была одна, как бы, цель. Ему важно было, чтобы его получить уверение, клятву или как угодно, что его не оставят в Египте. Ну, в общем, только в землю хотел и ничего, кроме… Да, 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 да. Дальше. Лышам, да. Вот теперь это объяснение, откуда вообще проистекает его вот это вот настойчивое требование, чтобы его похоронили, Якош, похоронили в земле Клан. Как бы, откуда это проистекает? Почему? Вот здесь это дается этому объяснение, да? Он знал, что Бахаев… Как точно это привести? Ну, в его жизни. То есть, при жизни он уже не успеет. Жизнь уже не сможет вернуться туда. Туда в смысле в Эрцкна? Ну, да. Ах бекеш ми Йосеф. Да. Леколь а поход. Да. И Кабер. Замечательно. И Кабер, да. Вот И Кабер – это не фальс. Самое будущее время. Третье число это называется. Он, да? В Экнане, да. Поэтому попросил у Йосефа, что хотя бы… Правильно. Вот это отлично. Леколь а поход – это действительно, это именно хотя бы. Вот именно хотя бы. По крайней мере, хотя бы. Это вот слово, да? Да. И Кабер был похоронен к нами. Правильно. Или это может ИПЛ, это… Где? Нет, Кабер, ну почему? Это не фальс. Это не фальс, то есть, как бы, это пассив. Он будет похоронен. Он будет захоронен. Продолжаем. Да. Алькен кшешма… Алькен кшешама… Алькен кшешама эт шуато… Правильно. Шель-Юсеф… Да. Лид-ок ляках… Да. Вода ляшем… Да. После того, как услышал клятву Йосефа… Правильно. Перестал беспокоиться. Нет, нет, позаботиться об этом. А, позаботиться об этом. То есть Йосеф будет заботиться об этом, да. Окей. Поблагодарил Всевышнему. Да. А вот, видишь, интересно, вот как раз для того, чтобы правильно прочитать, ты видишь, здесь точка стоит. Да. Потому что действительно можно прочитать Йошефа, как ты говоришь, правильно, или как ты сказал. Ну, правильно, Ившер, потому что можно прочитать Ившар, но в данном случае, в данном случае, это глагол, Ившер. Вот здесь действительно это пель, Ившер. Да, шлим. Это, соответственно, пель. Да, шлим. Это Хаяб Бешальва. Бешальва, сто процентов, да. Так, что сможет ему мерополиться, что ли? Не-не-не, как у нас было. Поэтому, когда он услышал клятву Йосефа, позаботиться об этом, о чем? Что вот он будет похоронен в земле Кнанской, он поклонился. Вот все объяснение, там же Штензаль сверху объяснил, да, что он поклонился не Йосефу, а Всевышнему. Теперь дальше объясняется, а почему Всевышнему. А вот тут дальше, дальше. Вот да, Лашем, а дальше объяснение. Вот ты можешь перевести Шиевшер, Лолы, Ашлим, это Хаяб Бешальва. Например, что ему будет гарантирован душевный покой. Ну да, Шиевшер, а кто Евшер? Кто Евшер? Йосеф. Нет, Всевышний, уже поклонился Всевышнему, который дал ему возможность, да, который дал ему возможность, ну, как бы, закончить свою жизнь в, ну, не в спокойствии, а в смысле в душевном спокойствии, ну, скажем вот так. Окей? Хорошо? Да. Окей, ну, хорошо, мы переходим. А, Леня, давай вперед. Давай я, где? Арслан закончил, да, вошхихим, отсюда, кшенуда. Кшенуда ли Аков, шебно ба лебакро, лебакро, и тхазек эстраэль вишефа аля мета. Когда стал известный Якову, что его сын приходит его навестить, он, как бы, ну, укрепился, ну, как бы, и эстраэль, да, и сел на кровати, да. Ну, собрался силами, как бы, да. Собрался силами, и сел на кровати. Правильно. Вместо того, чтобы лежать, из-за того, что он хотел вот так встретить Юсефа, а может быть тоже из-за того, что сидя, это больше подобало бы той беседе, которую он собирался с ним провести. Да, вот обратите внимание, во-первых, Юсефа – это сидение. Ну, Леня правильно сказал, можно сказать сидеть, но во-вторых, как бы сидение, не лежание, а сидение. Но вот интересное слово «гальма», оно, по-моему, у нас еще не встречалось. «Альма» – это хорошо, это соответствовать. «Голем» – это соответствовать. Ну, вот, соответственно, здесь «альма», она больше подходила к характеру этой беседы, которую он должен был вести. Ну, то есть, по-моему, поскольку он просит Юсефа или все, то ему важно было, наверное, быть в таком сидячем положении, а не в лежачем. Окей, ну, дальше. «Вайом» – «Риаков» аль Юсеф. «Эль, эль Сильфа». «Эль Юсеф». «Эль Шадай кинуй-лаше, а Мавате – это Ацмато в Эггзрато». «И сказал Яков Юсефу бог Шадай и имя бога, которое выражает его величие и…» «Могущество». «Могущество». «Да, обычно по-русски переводят «эль Шадай всесильный». Вот именно и по этому комментарию, да. Ну, не по этому конкретно этому, а вообще, потому что так принято в традиции. Эль-Шада – это в Сесиль. Окей. Так, где был? Нира. Нира Аляй Белуз. Аляй. Аляй Белуз. Бебет Эль. Берец Кнан. Он ему говорит, что Всевышний Сесиль раскрылся мне в Лузе в Бетелле в стране Хананской и благословил меня. Да, Луз – это Бетель. Луз – это Бетель. В Амара сказал мне Генене Мафреха Ну, не от слова Фреха. Мафреха. Мафреха, да. Ну, не Фреха, да. Не от слова Фреха. Мафреха Эбетеха. Ирбетиха, слехай. Ирбетиха. Ирбетиха. В Нататиха Ле Кааль Амим Панататти Эрэц Азот Лезуреха Лезараха. Зараха Ахареха Ахузат Олам. Замечательно. И я тебя типа Фреха и Расширю. Тихо. Ну, это Разнож и увеличу. Разнож и увеличу. И сделаю тебя большим народом. Народом даже, да. И дам тебе эту страну твоему потомству после тебя в вечный удел. Замечательно. Вечное владение, вечный удел. Очень здорово. Понятно, почему Эль Шадай. Потому что всесильный это в смысле Шадай это тот, кто обещает и обещание которого есть гарантия. То есть бывает ситуация, когда человеку обещают, но это пустое обещание, потому что он не может это выполнить. Понимаешь? Я, например, говорю, Лене, я тебя сделаю министром финансов. Ну, я могу такое сказать, но у меня нет сил делать. Предположим. Или миллионером. Окей, что еще лучше? А Эль Шадай у него да есть. То есть, значит, это будет выполнено. Окей, дальше. Это два обещания получил Яков в его сне в Бетеле по его пути в Харан. Да. И в видении, ну, не сказано во сне, да, в видении, которое ему раскрылось в том же месте спустя много лет, когда он возвращался обратно в Ханан. Да, да. То есть, два раза было сказано то же самое, то же самое было сказано, да, но при, в разное время. Кашеру Шафла Харан. Первый раз, когда он спускался в Египет, а второй, а второй, когда он возвращался. Окей. и Годелос шефетиху у ляков шефетиху, слуха, шефетиху. Уфетиху ляков трем и гешему, он маникод ло от ляков и расшат леберег и ляцев ляцев ляков ляков и ляков Вот как интересно. Очень интересно. Вопрос, понимаете, ведь у нас дальше будет, Яков дает такие очень сильные многообещающие обещания, скажем, да, звери своим детям. А спрашивается вопрос, а что он им так их раздает? Откуда у него сила таких обещаний вообще давать? С тобой будет так, он каждому просто описывает это самое. Явно как бы такие расцветающие, ты будешь таким, ты будешь таким, он говорит каждому. И напрашивается вопрос, а почему он раздает такие на основании чего вообще он это делает? А вот это как раз объясняет на основании чего. Окей, давай. Да, и несмотря на то, что эти большие обещания, которые были даны Якову, еще не осуществились на практике. Да, терм вы знаете слово, терм, терм важное слово. Терм это прежде чем. Вот терм, слово терм это прежде. Или просто нет, чем в данном случае, чем нет. Прежде, да. Сейчас, секундочку. Еще на практике они как бы дают ему, Якову, силу и власть, хорошо-таки, власть, да? Да, благословлять и формировать вопросы, касаемые его семьи и его страны, и передавать своим потомкам, как бы это формирование, как будто бы это уже осуществилось в настоящее время. О, представьте, как интересно. Мне кажется, это очень-очень интересно действительно вот раскрывать этот смысл. Сейчас было одно слово, хотел сказать. Вот слово маникот. Это слово интересное, да? Например, когда человек в современном иурите, человек, например, его увольняют с работы, да? Что ему дают? Называется манак-преша. Манак, манак, это вообще есть матана. Матана – это человек дает подарок. Ну, вот самое примитивное на день рождения, да? Вот. А есть еще манак. Вот как это точно сказать? Как по-русски сказать, когда человек увольняет? Выходное, выходное пособие. Ну, да. Но лично здесь это не пособие, пособие – другое слово. Манак, манак – это слово леоник. Например, когда солдату или кому-то дают, значит, леоник от укора. Это знак почета давать, да? Да, это когда что-то положено на себя. Ну, да. А манак, да, я думаю, это слово, кстати, анак. Анак – это вот анакеи маю барзе, что-то большое. Человеку дают что-то такое большое, вот он вешает на грудь, или там, не знаю, в руку ему дают. Это манак. А вот глагол этого слова – это хорошо. Леоник, леоник – это давать кому-то что-то, но не в плане подарка, просто вот конкретно коробку с конфетами. А это что-то более существенное. Поэтому вот здесь вот леоник, вот тут написано коах. Они дают ему коах, да, придают ему коах, да, и, как бы, шут, как бы, полномочия. Леварех вы леоцеф. Леоцеф – тоже очень много значительное слово леоцеф. Леоцеф – это, я не знаю, как это по-русски, не знаю, регулировать ситуацию, стабилизировать ситуацию. Когда, например, про больного говорится, мацаво и тяцеф, его состояние стабилизировалось. Это вот опять будет слово «цеф». С другой стороны, в совершенно другом, как бы, параметре, как на иврите будет дизайнер. Вот такое совершенно русское слово «дизайнер», правильно? Как это говорится на иврите? Ватман – дизайнер, да. Ну, да, он называется «меацеф». Меацеф – значит «меацеф». Ну, потому что человек приходит в ситуацию, например, все разбросано, а он делает ицув. Например, ицув, там, не знаю, домашнего чего-то называется ицув пним. Это даже такая специальность есть. Опять же, простое русское слово «интерьер», правильно? На иврите называется пним. Вот ицув пним – это устройство внутреннего интерьера. На иврите это все выражается ивритскими словами. Окей, так вот это тоже интересно. «Лацеф» и «неаним» – это вот как бы… А, да, по-русски, здесь, в данном случае, это разрулить. Вот как-то разрулить всю ситуацию, правильно? Ану Диму Ишпельхатов и Арцов. Очень классная фраза была, она нам очень понравилась. Теперь дальше. Вэата. А теперь после этого вступления, ну и обещаны силы, да? И в силу, ну как бы, и в силу. И в силу Автахамана, ну и в силу указанного обещания, да? Ну да. Два твоих сына, которые у тебя в Египте до того, как я пришел к тебе в Египет, будут моими. Да. Они, да, они Мамедс, вот там Алай, я их как бы устанавливаю. Я только хочу сказать, мне кажется, вот очень здесь показательно примечание Штензальца, как я его понимаю. Раба Штензальца – очень здорово, потому что действительно, как бы, если вчитываться в текст, то непонятно, зачем перед тем, как Яков говорит Йосефу. То есть, начинает раздавать ему, как бы, какие-то обещания, переводит детей в другой статус и там, и так дальше, да? Вот. Откуда у него эта сила? И непонятно, зачем этот кусок про Эль-Шадай? А вот как раз Штензальц, вот эта вот вся вот эта вот, вот эта вот длинная фраза, которую мы прочитали, одна, несколько фраз, вот они все это и объясняют. Откуда у него эта сила? То есть, он использует, как бы, те боеприпасы, которые он получил от Всевышнего, грубо говоря. Да. Ну, хорошо, дальше. Ли-Хэм, а-ни? Лёнь, ты с нами, нет? Лёнь. Я с вами, да. Ну, давай. Они, мэамэц, отамалай. Я их устанавливаю. Ну, да, вот тоже очень важное слово, мэамэц. Вообще, вот, имуц, имуц – это опекунство. Лэамэц – это устанавливать над кем-то, кого-то опекуном. Поэтому, то, что здесь говорится мэамэц, это означает, что я их, как бы, я остаюсь их, ну, не опекуном, а беру к себе. Беру к себе в качестве, в качестве как будто я их отец, а не дед. Дальше. Так, где, где был? Ифрай. Ифрай, мы имя нашэ, кэр, уэн, вэшимон, и Юли. Ифрай, мы имя нашэ будни, как руэн и шимон. Да. Ну, давай еще одну фразу прочитай, и все, а то, как бы, наверное, будет подбежаться. Твои первые сыновья, первый и второй, будут теперь моими первыми и вторыми сыновьями. Ну да, это ваше слово «решон». Твой первый и второй сын теперь будут моими первыми и вторыми сыновьями. Ну да, то есть я не знаю, было ли тогда у СФ на тот момент еще, но он как бы говорит, что если у тебя родятся еще третий, четвертый, пятый, шестой и так дальше, я говорю только про этих двоих. А остальные, они будут статусных один, они будут как остальные Шватим. А вот эти первые два, да, окей. Да, ну что ж. Все ли ты хочешь еще? Ну вот дайте читай комментарий. Находим Мамадзим Алав и Луб Бедрага. Я Луб Бедрага. А находим Мамадзим ЭА. Эти сыновья как бы повысятся по уровню, повысятся по уровню. Ждем, ты что сыновья? Находим. Ну, внуки, внуки, усыновленные внуки. Вот в том-то и дело. Эти усыновленные, усыновленные внуки. Внуки, ну вот ты меня сам путаешься. Они как бы получат ЭАЛУ Бедрага. Получат повышение, но... Статуса. По статусу, да. Я им дам статус сыновей. Замечательно. Вот это вот тоже очень выражение. В современном иврите Дарга, Дарга, это звание в армии. Поэтому, когда говорится, что какой-то офицер, например, его повысили в звании, то это называется Лайолот Бедарга. У Алла Бедарга. А Даргода вообще погонная. Да. Он был лейтенантом. Стал Сэрен Мишне, но не знаю. Да. Но с другой стороны, понятно, откуда это. Вы знаете, как наврите, будут ступеньки. Мадрегод. Мадрегод. Вот он поступается по ступенькам. Это как раз отсюда. Окей, ну хорошо. У нас следующий. Кто следующий, по-моему, Аня, правильно? Я вас тогда бросил. Бросай. Мы тебя не бросим, а ты нас бросишь. Давай, я вас бросил. Все, Лан, тогда я в топ и приеду. Судя вам. Нет проблем. Окей, Ань, читаешь дальше? Так. У Муладтеха Айладим Ашергулатта Ахарейгам. И рожденные у тебя дети, которые родятся в будущем, в последствии. Ну, после них. Не, ну подожди, дословно после них. Ну, после них. Минаше Вейфраем Хаю Ванав Агдулим Шель-Йосиф. Минаше Вейфраем были старшими сыновьями Йосифа. Шональду, Лифней, Тхилат, Шнод Арав, которые родились перед началом годов голода. Кам им без ман, араав, ло, нольду, ло, киладим. Также, если во время голода не родятся, не родились, не родились у него дети. Нольду, ло, киладим, ле, ахар, аши, ним, а, кашот. Так, народились у него дети после, впоследствии, после годов тяжелых-тяжелых. Да, то есть, по-видимому, речь идет о том, что Йосиф на тот момент у него было не только двое детей, а у него были еще дети. Но Якова битвы дым на тех двоих. Ну, поскольку они молодые, еще молодые, маленькие, еще молодые, маленькие. Нет у них, как это, важности, важности, что... Ну, они как бы не имеют значения по этому вопросу. В этом вопросе они как бы значения не имеют. Ну, да. Влэхэн лэха, ию, гэм, им, иману, им... Иману, иману, это тоже не фальм. Им, им, мишта, мишпахатэха. Мишпахтэха, да. Мишпахтэха, да. А поэтому, лэха, они будут тебе, тебе, у тебя они будут, они твои. То есть, остальные дети, они тебе будут. Ну, да, кроме этих двоих, остальные, они маленькие, поэтому они не в счет. Окей. Они числятся среди всей, в твоей семье. То есть, остальные, они будут, эти, эти будут мне, а остальные будут тебе. Да. Так, отэм, ло, имэц, киванай. Они, их я не уставлю себе... Ну, как детей, да. Вот это вот слово, объясните мне, вот это слово, иману, да? Ну, числится как ману. Числится. Откуда это? Откуда это за слово? Ну, мана, манэ, это, ну, как это, мы, как это... Да, ну, вот смотрите, очень интересно, мне кажется. Я думаю, что я не ошибаюсь, скажу. Не слово счет, не слово разновидность чего-то, по-моему. А вот слово ман, я думаю, это то же самое. Там же ман давалось портстайками, правильно? Ну, это порция, да, считается. Правильно. Как на иврите будет, как на иврите будет, например, то, что солдаты, я не знаю, как это сейчас происходит, вот, называют, когда солдаты дают ему, ну, вот, сухой... А, вот то, что по-русски называлось сухой паек. То есть на иврите сухой паек – это манод краф. То есть солдат идет в бой, а ему дают вот такую упаковку, где еда. Потому что, как бы, повара там нет, может, кухня не подеет, туда-сюда, ему манод краф. А с другой стороны человек садится в такси, правильно? Как сказать, что это таксист? Он должен что-то делать? Монит, это таксист, как я знаю. Он... Да. Монит работает. Монит – это счетчик. Это все вот это слово. А с другой стороны есть действительно слово лемонод. Лемонод – это назначить. Назначить, в смысле, опять, вот это вот слово, в смысле рассчитать по вот этим парцайкам. Окей, ну, хорошо, такое вот слово, которое имеет много всяких смыслов. Окей, дальше. Альшем. Так, не понял. Может, я потерялась. А, так, Альшем Ахэгэм Икрау Бэ Нахалатам. И среди Альшем по имени братьев их назовутся они в их своем наследии. Да, 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 да. Альшем Ахэгэм Икрау Бэ Нахалатам Бэ Нэй Аковэм Испэху. И Сапху, да. И Сапху. И Сапху. И Сапху Лэхэм Акдулим Ётыр. Да. Значит, когда будут делиться наследство между сыновьями Якова, они будут присоединяться к их братьям, к их более старшим братьям. Да, вот это тоже интересное слово «Исабху». Знаете, наявите, как наявите называется удостоверение личности? Кто-то знает? Туда-дзуд, правильно. В Туда-дзуде есть две части. Одна более важная. Это действительно сама карточка. Сейчас она такая пластмассовая, биометрическая и так дальше. Это вот сам Туда-дзуд. А еще есть вторая часть. Она называется «Ниспах». Это вот от этого слова. То есть, приложение. Там обычно про ближайшие члены семьи жена и дети упоминаются. Тоже их Туда-дзуды, и когда они родились, и так дальше. Точно даже, например, книга. В книге же у нее есть основная часть блока. А с другой стороны есть, например, содержание, оглавление. А вот еще есть дополнительные материалы. Правильно? Потому что просто называется приложение. Вот это называется «Ниспахим». Точно так же. Поэтому здесь тоже «Исабху». Это они будут присоединены. Окей? Ну хорошо, читаем дальше. Я только получу подниму чуть-чуть. Ну, скажем, здесь, да, «Мипхинат». «Мипхинат ашевит амурэшат». «Мипхинат ашевит в амурэшат». «В амурэшат». «Ихолимэм леймнот». «Лейгиманот». «Лейманот имбнейихаем оминашат». «Так, именно с точки зрения ашевит колена». «Сблеменности», то есть по отношению к кому не принадлежат. «С точки зрения принадлежности к колену и мурашат, как это?» «Ну, может, традиционно. То есть у каждого колена есть какая-то традиция. Они должны выбрать, они имеют отношение к эфраиму либо к минаше. Они могут выбрать либо для того, либо другого». «Коленности» и с точки зрения коленности и мурашат. «Мурашат» как мурашат, как тоже наследие, завещание. «Ну, мурашат» в смысле традиция. Опять, у каждого колена появилась какая-то традиция. «Могут они, лейманот, причисляться к сыновьям имбраем или к минаше?» «Ну да». И их имена, как сыновей, этих более мы не упоминаем. «Ну да, больше нигде не появляются. Вообще про них не упоминается. И фраим имен наши, и вот это два сына, которые как бы и сейчас, и потом. А остальные они не упоминаются. Это то, что говорится здесь. То есть Яков с ними закончил. Он сказал, что они принадлежат либо к первому, либо ко второму. А сами по себе по отдельности они коленами не являются. Дальше. «Вы они…» «Вы они…» «Ми падан…» «Ми падан…» «Ми падан…» «Ми падан…» «Шевати…» «Миздэй Арам» «Мата» «Мета» 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 «Алай Рахэль» «Имэха» «Мэха» «Имхабец» Вот сейчас начинается странное. Мы не будем сейчас туда идти, но если вы помните, по-моему, мы про это уже говорили. Оно и было в статье. Да-да-да. Почему вдруг начинается какое-то странное. Хасва Халила. Это же не может быть историческим маразмом. К чему сейчас вдруг вспоминают. Выйдет некоторое изложение текста. Двое этих. Он, Йосеф, все это леймонот. Он занимается распределением всего. И вдруг начинает такая тема, как будто человек говорит, а вот у меня такая история была, вот умерла она. И все. К чему это сейчас? Это выключено. Она аппарат-то привязала, объясняла. Сейчас не буду говорить. Как же там такая интересная история. Но самое, чем мы видим, вот здесь это надо как-то объяснить. Потому что непонятно, к чему этот кусок дальше. То есть в смысле переводили. При переходе из Падана, из Падана Рама, когда возвращался я из Палихи, Арама из арамейских Палихи. Ну да, понятно, почему надо это объяснить. Потому что непонятно. Бои – это в моем приходе. То есть в приходе обычно куда? Должно было бы сказать так. В Иоанне, Бои, например, Ле Падан. И в моем приходе в Падан. Тогда понятно. А почему слово мы? А вот это мем. А мем как-то непонятно. Потому что в моем приходе от. В приходе к от. И поэтому вот этот вот мем, вот это вот объясняет. Что это объясняет? Что на самом деле хочется сказать к шишафте миздэ Арам. Окей. Когда я возвращался из Арама, умерла Рахель, мама твоя, в земле Кнамской, по дороге, по дороге, когда не доходя как бы до, не доходя до земли, до страны. Ну, это если закруглить. А дословно, когда... В каком-то далеком, в каком-то месте. Кеврат, Кеврат Эротс, Кеврат Эротс. Это такое выражение сейчас есть. Кеврат Эротс. Это значительно... Еще было значительное расстояние. Далеко еще. Далеко. Лавой Эфрата, как бы при приходе, не доходя до Эфрата. До Меда. Это некое его место. В Лоба Макома Ишуфа. И не в населенном как бы месте. Ну да, то есть вот это вот выражение Мета Алай. Мета Алай тоже. Это звучит очень как-то, ну так, горестно, странно. И как бы описывающее какое-то вот такое внезапное состояние. Мета Алай дословно умерла на меня. И как бы, ну чувствуется, что вероятно такое, что вот у меня внезапно умерла Рахель. Она внезапно умерла, когда еще была значительная дорога до населенного пункта ближайшего, до Эфрата. То есть он сейчас объясняет, Яков объясняет Юсефу, почему он как бы так, ну грубо говоря, невежливо поступил с его матерью. Почему он захоронил ее даже не в населенном пункте, а просто под каким-то дубом. И вот, по-видимому, он объясняет, что все произошло случайно, то есть очень быстро, с одной стороны, с другой стороны, была еще значительная дорога. Он не мог столько времени умершую как бы везти, тащить как угодно до вот этого населенного пункта. Вот это все объясняется, да? И вот эти вот интонации все, они здесь очень здорово чувствуются. Дальше. Так. Мы штунках. Да. Экберей, экберей гашам. И поэтому похоронил я ее там. Правильно. Лоба Эфрат. Этсама. Этсама. Не в самой Эфрате. Ну не в самой Эфрате, да. А на пути в эту самую Эфрате. Ну да, то есть не в самой Эфрате, а по дырых в Эфрат, да. Эфрат бейтлейхем. Эфрат это бейтлейхем. Да. Кивуна шало... Киван. Киван. Из-за того, что... Ну хорошо, понятно. Поскольку шало гая маасей лэхавея лэквора... Шало гая мааси. Мааси. Насколько, поскольку не было... Это было нереально. Мааси, это реально. Тоже очень упоминаемое слово в современном ритме. Займалась мааси... Человек спрашивает. Вот надо сделать то-то или и то-то. А оно говорит. Займааси уло мааси. То есть это реально к исполнению, либо нереально. Нереально было ее отвезти в семейное место захоронения в Хеврон. Да. Кевротея. 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 Бымаком. Кевротея. Кевротея от слова лэкбор. То есть я ее похоронил. Похоронил я ее вместе. В том месте, где она умерла. Ну да, вместе ее кончины. Объясняется ее цель, всю эту историю. Каким образом произошло так, что мать похоронена... По-русски, надо сказать, в чистом поле. на нечистом поле, там, под знаменитым этим дубом, да, опять, Ханан Парад будем читать, он объясняет, зачем сейчас даже не хочу про это говорить, чтобы спойлер не делать, дальше, Вэхэн 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 Отгайом Адаем Мацевит Квурат Рахэль Амешуэрет Мешуэрет, приблизительная И до сего дня место захоронения приблизительное место захоронения Рахэли Эйнэна Бэтох Аир Бэйтлэхэм, ни в центре, ни внутри города Бэйтлэхэм Эле Мехуцала Снаружи Снаружи него Вэмин Вэминастам Бээвер Бавар Бавар Айтар Хука Мэ Аир от Диотэр А в будущем И, вероятно, в будущем Будет она еще дальше От Глад Нет, 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 подожди А Авара это в прошлом В прошлом В прошлом А в прошлом она была еще дальше Ну да, у Минастама Минастам это тоже такое выражение Ну и понятное дело, что Минастам Минастам, то есть Ну понятно совершенно, что Раньше она была еще дальше От Глада, чем это сейчас Окей? Так Ну хорошо, Тимофей, правильно Передаем Передаем Нет, Аслан А, Раслан, да Слиха, слиха, слиха Так Сейчас А вот это Ваяр, да? Да, Ваяр И увидел Израиль Двух сыновей Иосифа И сказал, кто эти Да Рихук Мошаво, да Из-за этого Удаления, да? Возможно Итахен это возможно Возможно, что Из-за чего? Далекости Ну удаленности Рихук удаленности Чего? Место Ну место проживания Иосифа Макомо, шавошель, Иосиф Из его места Мимкому От его места Ну то есть Вероятно Из-за удаленности Проживания Иосифа От Якова, да? Почему? Это же все Объясняется Вияр Исалет Бне Иосиф Въем Ми Эле То есть идея какая Почему он их не признал? Идет в том, что у него как бы Старческое просто зрение Или вообще как бы Он не очень понимает Либо это реальная ситуация Что он их Он их не видел Тут объясняется Почему он их мог не видеть Или давно не видеть Что он их вообще не понял Кто это? Потому что они просто жили Очень далеко Друг до друга Иосиф По-видимому В общем не часто его навещала Особенно с детьми Окей Уло Ну в данном случае Это я думаю Глагол Ирба Левгош Эт Находав Своих внуков Уло Ирба Левгош Это находав Ну Ирба Это такое слово По-русски Это не перевести Одним словом То есть он не часто Видел их Вот это слово Ирба Слово Арбе То есть много Слово много По-русски Нельзя сказать Глагол А ну ирите Можно сказать Двое слово Ирба Уло Ирба Левгош Эт Находав То есть он не часто Видел своих внуков Поэтому он их и не признал Дальше Гам Находав Да 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 Иштану От слова Иштанут Изменяться Бентайм Бентайм Гам Им Погашет Находав Кам Аним Кодом Лех Лах Эм Иштану Бентайм Как это перевести? И так же Нет Гам Даже если Он их встречал Он встречал Внуков Сколько лет Перед этим Ну да Несколько лет Назад Да М Изменились Они тем временем Изменились Потому что он их не признал Но даже если он их видел Сколько-то времени назад Они с тех пор Изменились Поэтому он их не признал Дальше Ум Эвер Лехах Да Рой Ройято 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 Рыя Рыя Это Зрение Оволир От Зрение Яков То есть Слеха Раято Шильяков И Дардера Идардера Это тоже Очень такое Значительное Слово Идарда Это ухудшилось Это от слова Ледардер Дардер Это спускаться вниз Да С одной стороны Можно сказать Про машину Которая Покатилась вниз Например У нее Та тормоз Испортился Стоял на ручнике Он сломался Она покатилась Называется Рейхов и Дардер ЛТО Дыр-дыр-дыр Ну дыр-дыр-дыр Да Вот А С другой стороны Это и не только Как например С точки зрения машины Что машина Покатилась вниз А и дыр-дыра Это еще Ухудшилось То есть это Что-то Что спускается вниз По отношению К тому Как было раньше В данном случае Речь идет про зрение Значит зрение Ну по-русски Наверное Надо сказать Зрение Его ухудшилось Дальше Можно чуть-чуть Ближе к микрофону Как-то раньше Было по-моему Лучше слышно Ну да Поэтому Не признал их Да Не признал Зиа Зиу И опознание Туда Дзут От этого Нет Да Поэтому Он их сразу Не признал Мият Это сразу Правильно Дальше Вайомер 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 Йосеф Эль-Авир Банай Ну да Он спрашивает Кто это Он ему отвечает Что он ему отвечает Сказал ему Своему отцу Это дети мои Да Ши из карта Ши из карта Просто ши из карта Нет Которых ты упомянул Уже до этого Яков говорит Что двое твоих сыновей Они будут Мне вместо Многих Будут сыновьями Он и говорит ему Йосеф говорит На вопрос А кто это Эти Он говорит Ну это же те Про которых ты говоришь Ши из карта Да Ашер Ашер Натан Ли Элаким Базе Кэкан Которых дал мне Всевышний Да Ну да Базе Что значит Базе Который дал мне Как бы Всевышний Или там Да Что значит Базе Базе Это как бы В этом При этом Ну Объясняет Базе В смысле Кан Базе Это имеется ввиду Здесь В смысле В Египте Окей Дальше Хереф Нет проблем Тимофей Хереф Хереф Как бы по-прежнему Когнитивно Когнитивно Когнитивность Когнитивность Называется На современном языке Да Он вполне Был когнитивный То есть Все 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 Понимал Да Алькен Алькен И благословлю Их Да Правильно Ну что Может остановимся Да Давайте Остановимся Замечательно Почитали По-моему Очень Очень интересно Я еще раз Как бы говорю Что Вот этот вот Ну эпизод Есть так можно сказать Вот эта вот история Отрывок Длинный Про благословление Который начинается С Йосефа И дальше идет Всем сыновьям На мой взгляд Очень интересный Очень Даже здесь было сказано Что он называется Пиетический То что по-русски Переводится Пиетический Вот И Очень насыщенный Поэтому Мне кажется Что имеет смысл В следующий раз Через занятия Когда мы С Божьей помощью Будем вернемся К комментарию Штензальца Мне кажется Имеет смысл Продолжать здесь Потому что Это интересно Ну как скажете Если хотите Можно перейти К новой главе Как мы делаем Обычно Но мне кажется Тут будут Очень интересные тексты Окей Хорошо Хорошо Спасибо Большое Тогда я выключаю Запись Так Всем счастливо Пока